Здравствуйте, меня зовут Алексей Семеняко и я работаю в организации RIPE NCC. Это региональная интернет-регистратура, которая отвечает за распределение IP-адресов и номеров автономных систем в регионе из 76 стран Европы, Центральной Азии и части Ближнего Востока. Сейчас на экране вы видите карту, на которой показано, какие в мире вообще есть интернет-регистратура и за какие страны. Но кроме распределения ресурсов у нас есть и другие направления деятельности и одним из них являются образовательные программы. У нас на сайте есть даже большой такой раздел, который называется RIPE Academy. Вот его адрес. Он состоит из курсов для самостоятельного изучения. Все бы ничего, но все материалы RIPE Academy на английском языке. В 21 веке, конечно же, любой инженер должен в каком-то объеме понимать английский. Но если говорить откровенно, то новую тему всегда легче начинать на родном языке, а потом уже переходить на английские материалы. И поэтому мы, RIPE NCC решили сделать перевод курса в RIPE Academy в формате видео лекций. Вот этим видео я открываю видеокурс основы протокола IPv6. Он соответствует курсу IPv6 Fundamentals с RIPE Academy. Курсы RIPE Academy являются комбинацией модулей и активностей. И вот последних у нас, к сожалению, не будет из-за ограничения формата видеолекций. Но тем не менее я буду показывать тот же самый материал, который есть в курсах RIPE Academy, с минимальнейшими изменениями. Тем не менее, я крайне настоятельно рекомендую вам после прослушивания этого видеокурса или может быть даже параллельно с ним пройти курс RIPE Academy, потому что там есть тесты, там есть упражнения и они очень помогут вам разобраться с материалом. Экзамен и получите формальный сертификат о том, что вы обладаете этим званием. Чтобы его сдавать, ну ни этот курс, ни курс с RIPE Academy в принципе не обязательны. Но материал в них очень пересекается с материалом экзамена, поэтому после окончания курсов экзамен сдавать намного проще. Если вы планируете это сделать, я вам крайне настоятельно рекомендую сначала пройти эти курсы. Курс на что называется «Основы протокола IPv6». Но это все-таки основы IPv6. Предполагается, что определенные знания по сетевым технологиям у вас все-таки уже есть. И сейчас на экране у вас приблизительный список понятий, технологий, протоколов, которые полезно знать прежде, чем приступать к изучению протоколов. Во-первых, безусловно, это двоичное шестнадцатеричное исчисление. Это обязательно нужно для понимания курса. Вы должны знать, как они работают и как преобразуются одно в другое. Полезно знать основы стека TCPIP, общие его принципы. Нужно разбираться, какие виды трафика существуют. Unicast, Multicast, Broadcast. Обратите внимание, я пользуюсь именно этими терминами, потому что они составляют профессиональный жаргон сетевых инженеров. Другой устоявшейся терминологии нету, а такие официально звучащие термины, которые иногда используются, они только затрудняют понимание. И людям, которые разбираются в материале, будет очень сложно слушать мои лекции, если я буду пользоваться вот такой официально звучащей терминологией. Вам нужно понимать, что такое приватные адреса, что такое публичные адреса IPv4. Очень полезно знание аннотации SIDR, Classless Inter-Domain Routing. Здорово, если у вас есть такое базовое понимание структуры операторских сетей, ну буквально хотя бы с высоты птичьего полета. Есть протоколы, которые используются вместе с протоколом IP и без которых его практическое применение просто невозможно. Для IPv4 это безусловно протокол ARP, это протокол ICMP, это протокол DNS и протокол DHCP. Мы будем говорить про их аналоги в случае IPv6, но если вы понимаете, как работают эти протоколы для IPv4, это вам очень поможет. Хорошо, если вы понимаете основы технологии NAT, технологии трансляции адресов. Полезно, если вы знаете принципы распределения IP адресов и умеете работать с базой данных RIP. И совсем замечательно, если у вас есть система IPAM, которой вы пользуетесь. Это система управления адресным планом IP address management. И у вас есть какой-то опыт ее использования. Я уже упоминал, что курс состоит из модулей. И в видео формате это будут небольшие законченные блоки материала, от 5 до 20 минут каждый. И они собраны в 5 больших тематических юнитов. Первый юнит – это понятийный юнит. Мы там поговорим, в чем достоинство протокола IPv6, в чем польза от его внедрения. Юнит номер 2 – он уже технический. Там мы будем разбирать архитектуру адресов IPv6, мы будем говорить про типы этих адресов, мы разберемся, как работать с подсетями в протоколе IPv6. Юнит третий – это как раз те протоколы, которые я только что упоминал, без которых использование IPv6 в реальной ситуации просто невозможно. И четвертый юнит описывает принципы учета адресов IPv6 в базе данных RIP. Пятый юнит – это не только технический, но и очень практический юнит, потому что там мы будем говорить про внедрение IPv6 в организации. Мы обсудим создание адресного плана, стратегию внедрения IPv6 с ее стадиями. И мы там будем говорить про разные детали, начиная с DNS и кончая механизмами перехода. И закончим мы соображениями безопасности в IPv6. Про безопасность в IPv6 у нас есть отдельный курс на RIP Academy, вот его адрес. Но, тем не менее, невозможно говорить про внедрение этого протокола и никак не упомянуть соображение безопасности. Поэтому именно этой темой мы закончим наш видеокурс. На этом сегодня все. Большое вам спасибо. Следующее видео будет первым модулем первого юнита. Это будет экскурс в историю развития протоколов IPv4 и IPv6. До свидания.